Расписание только на бумаге, качество только на словах. Проблем в системе пассажирских перевозок накопилось много. Нужны реформы. Их планируют провести с 2020 года. Тем временем общественный транспорт работает все хуже и хуже. Это подтверждает и глава города Дмитрий Вавилин. 70% маршрутов работают нестабильно. 30 из 89 заканчивают работу до 7 вечера. Новые микрорайоны строятся без учета транспортной доступности. В 2021 году в федеральный центр был направлен план транспортной реформы. Ответ озвучили в законодательном собрании. Решить проблему в транспортном комплексе без вливания средств из бюджета невозможно. Соответствующую поддержку мы уже получили в 2021 году из федерального бюджета в объеме 729 миллионов рублей. Это второй показатель по Российской Федерации. Больше нас получила только Саратовская область. 800 миллионов рублей. Ну вот, для примера, Казань получила 230 миллионов рублей. Самара получила чуть больше 200 миллионов рублей. С таким финансовым преимуществом перед городами-соседями точно удастся догнать их показатели. К примеру, в Казани погрешность в расписании не превышает 5 минут. У нас колеблется от 10 до 20 минут. Причина ясна. В столице Татарстана по дорогам ездит муниципальный транспорт. У нас частные перевозчики. Последние с удовольствием работают там, где выгодно. Игнорируют те направления, где прибыль ничтожна. Самостоятельно устанавливают цену на проезд. В ближайшие два года систему планируют менять. Все маршруты, которые осуществляют перевозки, будут переведены на регулируемые. В целом эта процедура займет два года. Торги по ближайшим семи маршрутам уже объявлены. До марта месяца нам будет представлен график расторговки остальных маршрутов. Ульяновские перевозчики в целом поддерживают переход на регулируемые тарифы. Но, конечно же, они хотят узнать условия конкурса, чтобы принять в них участие и продолжить работу. С переходом на регулируемый тариф политику ценообразования пассажирских перевозок будет вести городская администрация. К слову, сейчас весь общественный транспорт работает в убыток. Себестоимость перевозки одного пассажира на автобусе составляет 50 рублей. На электротранспорте – 35 рублей. По факту же эти цены значительно ниже. Сейчас стоит задача найти компромисс. Вот наша задача, наверное, нашего муниципального казенного учреждения в дальнейшем будет и найти ту справедливую цену, которая бы устроила все три стороны. Потому что бюджет понимаем, что мы часть дотации отдаем в счет перевозчикам, датируем проезд. То население, те затраты, которые несет каждый житель, она должна доступна быть для него. Ну и перевозчику должно хватать на то, чтобы поддерживать свой транспорт, обновлять его, закуплять запчасти. Также одна из фундаментальных задач – переход на безналичную систему оплаты проезда. Но пока на ее решение не хватает технической возможности. Александра Никитина, Управда ТВ.